Это вот началась моя комсомольская освобожденная работа. Чего в комсомольскую жизнь было? Этот билет в комсомольскую жизнь Сергею Попцову дороже золота. Оттого и хранить так бережно. Его карьера в ЛКСМ началась с должности секретаря комсомольской организации станкозавода. Уже через несколько лет он возглавил райком промышленного района, а в 89-м руководил горкомом. Тогда за его спиной было 70 тысяч единомышленников. Портрет героя того времени в памяти он рисует до сих пор. Комсомолец это патриот. Это неравнодушный человек. Это патриот. Это человек, который готов прийти всегда на помощь. В ЛКСМ помогал прогрессивной и талантливой молодежи искать себя. Помог и Попцову. Еще в непростые предперестроечные годы он понял, что хочет работать с детьми. Тогда, в его на тот момент почти кудрявой голове, и родился центр подросток. А вот сам комсомол в ней никогда и не умирал. Даже без этих памятных вещей я всегда помню комсомол. Он во мне живет. Это то, что сковало меня. Это то, что сделало меня. Это то, что научило меня. В первую очередь научило работать с людьми. Тевком комсомол не умрет никогда. Накануне собрались в одно месте, в одно время. Повзрослевшие, посидевшие, они встречались так, будто не виделись целую вечность. Среди первых лиц города и области, пожалуй, нет таких людей, которые не прошли бы школу жизни от ЛКСМ. О комсомоле, как об усопшем, все они говорили либо хорошо, либо ничего. Это лидер молодежный. Это тот человек, который может и работать, может и отдыхать, может и добро сделать. У комсомола всегда был энтузиазм. Всегда была вера, что можно не деньгами, а только своим умением, только своим желанием что-то изменить в этой жизни. Давайте будем всегда воспринимать комсомол как организацию молодости, как организацию юности, как время цветения, время поиска своей дороги. И комсомол помогал юношам и девушкам найти эту дорогу. Но в ЛКСМ не только помогал искать дороги и взращивал будущих руководителей. Он дал нашему краю рабочие руки, построившие треть области. Ни в одном другом регионе страны не было сразу пяти ударных всесоюзных строек. В нашем были. Возведенные Мигай вообще называют вторым комсомольском на Амуре. Они внесли лепту в строительство газозавода, возвели МЖК и гостиницу «Факел», приложили руки к ОХМК, осваивали целину и поднимали сельское хозяйство. Я вспоминаю себя строительный отряд свой. Я был командиром строительного отряда. Мы строили жилые дома на селе, в этих домах и сегодня живут люди, слава богу. Это были индивидуальные жилые дома. Комсомольская пора начиналась в 14, завершалась в 28. В это самое золотое время молодые комсомольцы, конечно, не только учились и трудились. Они ходили в походы, жгли костры, пели песни и, само собой, влюблялись. Девчонками стояли, разговоры были чудесные. Мы часто выводили картины, смотрели кинофильмы, конечно, театр может быть реже, намного реже. А вот картину обсудить, конечно, обязательно. И книги читали много. О движении, которое, по сути, перестало существовать больше 20 лет назад, все те, кто был его частью, говорили с нескрываемой грустью. Они искали аналог ВЛКСМ в 21 веке и не находили. Хотя в нашей области сегодня несколько десятков молодежных организаций. Правда, вот попытки объединить их в одну пока не приносят никаких результатов. Возможно, поэтому бывшие комсомольцы так отчаянно ностальгируют по тому, что никак не получается воскресить. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Екатерина Киселева, Вадим Нечаев. Наше время.